Hello, children! Today is the 7th of April, so let's start our lesson. The topic is Look into the past. Взгляд в прошлое. Итак, давайте вспомним, как правильно оформлять даты. Можете нажать на паузу, попробовать эти даты записать. Итак, например, 0-1, 0-4, 0-8. The 1st of April, 2008. Теперь давайте попробуем сделать те, которые у нас представлены на слайде. 1992. The 12th of December, 2002. 1763. The 5th of September, 1991. Sorry for this. Okay, next. Who are these people? Writer. Да, это у нас кто? Writer. Писатель. Painter. Художник. Explorer. Исследователь. Astronaut. Astronaut. Politician. Politic. Scientist. Ученый. Inventor. Изобретатель. Скульптор. Скульптор. Режиссер. Архитектор. Архитектор. Кин и Квин. Король-королева. Composer. Композитор. So, past simple was, was, were. Глагол to be в прошедшем времени. Past simple имеет две формы. Was или were. Вспомним, когда мы используем глагол to be. Когда у нас в предложениях нет действия. Он имеет две формы. Was в единственном числе, were во множественном числе. Итак, в настоящем глагол to be имеет форму am, is, are. Мы с вами вспомнили. Например, I am a teacher, he is a pupil, we are people. В прошедшем was или were. I was a teacher, he was a pupil, we were people. Обратите внимание, подлежащие глагол to be в прошлом. Это was. И так как единственное число. A teacher. A teacher. He was a pupil. We were people. We were, потому что множественное число. Обращаем внимание, действия я здесь не вижу. Действия нет. Поэтому was или were. Давайте попробуем сказать предложение. Итак, writer. У нас три. Writer представлены три писателя. Пушкин, J.K. Rowling и William Shakespeare. Давайте попробуем сказать предложение. Окей, J.K. Rowling is a writer. Is, потому что она сейчас настоящий писатель. Дальше. Александр Пушкин was a writer, потому что в прошлом. William Shakespeare and Leo Tolstoy were writers. Многорестное число. Дальше. Леонардо да Винчи, painter или artist, как мы с вами говорили. Поставили артикль N, потому что начинается на гласную. Остронат. Поехали. Юрий Гагарин was an astronaut. Абрахам Линкольн was a politician. Политик. Альберт Эйнстайн was a scientist. Ученый. Стив Джобс is an inventor. Да, так как он у нас живой, соответственно, is в настоящее время. Кей, Микеланджело, was a sculptor. Director. В настоящем времени мы скажем. So, he is a director. A режиссер. An architect. They are architects. В настоящем времени картинка в виде. Соответственно, они архитекторы. Не поставили артикль, потому что множественное число. They are king, a king and a queen. Они король-королева, действующие. Queen Elizabeth and Prince Charles. Следующее. Mozart was a composer. Давайте попробуем исправить предложение по simple, используя глагол to be, который здесь предлагается на предложение в настоящем времени. Попробуйте нажать на паузу и сделать самостоятельно. А мы сейчас проверим, что же у вас получится. King was a writer. Jane was a sculptor. They were scientists. Потому что множественное число. You were a composer. Множественное число. Jack was an astronaut. Единственное число. Заменяемость домением he. We were explorers. Множественное число. I was an inventor. He was an architect. They were kings. Теперь скажите мне, пожалуйста, кроме подлежащих, как еще можно понять, что следующее число будет единственное или множественное? Как мы посмотрим еще множественное число? Ответ мне напишите в комментариях. Так, следующее отрицательное предложение, используя глагол to be. Мы с вами помним, чтобы сделать отрицательное предложение, мы поставим частичку not после наших слов was или were. Поехали. Как задать вопросы? На первое место мы поставим was или were, далее подлежащие, а потом все, что знаем, что хотим спросить. Обращаем внимание, действия в этих предложениях нет. Поехали. Was he a doctor? Он был доктором? Were they at school yesterday? Они были в школе вчера? Надеюсь, вы с этим справились. I hope that you are cool with it. So, past simple, прошедшее простое время. Теперь берем правило, когда у нас есть действие. То есть, есть действие, которое я могу увидеть. Итак, указатели времени в past simple. Это слова yesterday, вчера, last, не обязательно, week, last month, last year. И, соответственно, следующее, последнее ago. A year ago, five years ago, назад. Хорошо. Также вот, может быть, и увидеть другие маркеры времени. Слово я сидел last week, last month, last year, two days. Weeks, months, years ago, last Monday, Tuesday, in, какой-то год. И так далее. Хорошо. Как образовать предложение? Если глагол у нас правильный, здесь у нас образуется, зависит от того, правильный глагол или нет. Если глагол правильный, мы добавляем окончание id. Видите правило добавления окончания id. Если слово заканчивается на буковку i, мимо буковки i, при добавлении окончания i, она не удваивается, остается одна. Если слово заканчивается на y, перед ним стоит согласная, то буковка y при добавлении окончания id меняется на i. Если заканчивается на согласную, которая стоит в закрытом слоге, последняя согласная буковка удваивается. Ну и, соответственно, то же самое. Если заканчивается слово на буковку l, в закрытом слоге она удваивается. Итак, это и то же правило, которое я вам рассказала. Давайте попробуем образовать форму прошедшего времени. So, lived, enjoyed, stayed, advised, treated, remembered, studied, used, organized, hated, wrapped, loved, printed, obeyed. Надеюсь, у вас это получится. Попробуйте записать это в себе в тетрадочку. Дальше, чтение окончания id читается тремя способами. Буковкой, звуком t, звуком d, либо звуком id, когда читается звуком t. Когда у нас основа слова заканчивается на глухую согласную. Danced, helped, jumped. Когда заканчивается, читается звуком d, d, окончание id. Когда заканчивается на звонкую согласную, либо на гласную. Saved, cleaned, listened, ну и, допустим, played. Когда читается id, окончание d. Когда у нас в основе есть буковка t, заканчивается на буковку t, или t, либо d. Painted, waited, wanted. Еще раз давайте почитаем слова. Звук t, еще раз, это глухой согласный, основа заканчивается. Worked, cooked, checked, helped, mixed. D, звонкий, либо гласный. Opened, closed, tried, lived, studied. Id, attended, decided, acted, visited, needed. Можно нажать на паузу и попробовать прочитать самому правильно. Теперь давайте распределим эти слова по ячейкам. Итак, painted. Мы понимаем, что поставим сюда. Played, сюда. Finished, сюда. Learned, сюда. И так далее. Попробуйте сделать это самостоятельно. И записать тетрадочку. Свои результаты можете прислать мне. Дальше. Что происходит, если у нас past simple, а глагол неправильный? Мы его ставим во вторую форму. Где будем искать вторую форму? Конечно же, в табличке неправильных глаголов. Надеюсь, с пятого класса остались какие-то... Какие-то... Что-то осталось в памяти. Итак, давайте попробуем раскрыть скобки и поставить глагол в скобочках именно в past simple. Поехали. We skate. Глагол правильный, добавляем окончание d. Skated yesterday. They count. Глагол правильный, добавляем окончание d. Counted. Last lesson. He to be at home in the morning. Глагол to be неправильный, добавляем, соответственно, ставим его во вторую форму. Но это was, так как у нас he единственное число. People listen to music. People listened. My friends played. Her parents lived. We skied. I used. My uncle worked. My mom studied. Можете себе записать эти слова, попробовать. Особенно обращаем внимание на правильность написания этих слов. Особенно слово study. Итак, отрицательные предложения. Отрицательные предложения и, соответственно, вопросительные предложения строятся при помощи глагола помощника did, который в сокращенном форме в отрицательном предложении имеет форму didn't. И обратите внимание, глагол после него используется в первой форме, без всяких окончаний. Допустим, we watch TV. Это обычное утвердительное предложение. We didn't watch TV. Это уже отрицательное в прошедшем времени. Обратите внимание, никакого окончания did здесь у нас нет. Susan drank tea. Пила чай в прошлом. Это у нас глагол неправильный. Видите, окончание did нет. Susan didn't drink tea. Она не пила чай. Didn't. Никакого окончания после глагола drink. Никакого изменения формы. Нет. Дальше попробуем с вами сделать эти предложения отрицательными. Можете нажать на паузу, попробовать сделать самостоятельно. А теперь быстренько пройдемся. I didn't jump yesterday. We didn't phone our friends last week. The student didn't translate this text last year. They didn't cycle to work yesterday. He. Подумать, что здесь мы поставим. Так как у нас здесь, видите, нет. Действия мы поставим was not. He was not at school three hours ago. Our teacher didn't explain the rule last lesson. We didn't discuss this problem two days ago. She didn't watch TV and didn't paint some beautiful pictures last summer. Итак, home task. Переходим к домашнему заданию. So, ваше домашнее задание. Высылайте мне на электронную почту, которая представлена на слайде, или через электронный дневник. Но лучше на электронную почту. Если найдете меня в ВК, можете присылать там. Итак, домашнее задание. Пользуясь подсказкой, напишите, что делали в прошлое воскресенье родственники детей. Составить предложение, как выбраться. Полина. Mother cooked. Полина's mother cooked. Прошедшее время. Last Sunday. Делаем это в тетрадочке. И, соответственно, мне присылаем. И второе задание. Напиши, что дети делали вчера. Также вместо настоящего времени ваша задача поставить прошедшее. Ольга watches TV every evening. Понимаем, что правильный глагол. Соответственно, добавляем окончание ID. She watched TV yesterday to. То есть окончание S у нас меняется на ID. Потому что S – это окончание настоящего простого времени. Не забывайте это. Не забывайте это убереть. Итак, the lesson is over. I hope you like it. See you next lesson.